Товары для дома, дачи и просто для души. Во Владимирском экспоцентре открылась 17-я межрегиональная выставка «Владпродэкспо». Продукцию представляют 97 предприятий из 22 регионов России и Республики Беларусь. Перед экспоцентром продаются саженцы, это цветы, кустарники, плодовые деревья. Внутри текстиль, украшения, бытовая техника. Ксения Егорова – пасечник в пятом поколении. У её семьи сейчас 350 ульев. На выставку привезла продукцию пчеловодства – воск, перга, пыльца, прополис, забрус и, конечно, мёд. Не месим ничего, не добавляем никакие красители, ничего не добавляет. То есть какой он есть, такой есть. Мы вывозим пчёл, мы кочуем ещё, помимо того, что они настоят на одном месте. Поэтому у нас разные сорта мёда, сажаем сами семена. Предприниматели из Ивановской области решили покорить владимирцев иван-чаем. Собирают его в своём регионе, производят на заводе с китайским оборудованием. Говорят, их чаи максимально полезные. Сегодня мы представляем наш чай, гранулированный иван-чай. Листовой иван-чай, зелёный иван-чай и порядка 20 купажей на его основе. Также у нас есть уникальное предложение. Мы произвели иван-чай, ферментированный в мандарине. Такая китайская идея русскими руками. Гость выставки, телеведущая с недавних пор, официальное лицо компании «Вадимир Суздальский пряничный дом», Александр Пряников, презентовал новую линейку продукции «Суздальский пряник с ответом». С ответом, потому что внутри короткое предсказание. Цитата. В любом продукте должна быть фишка, уверен пряников. Иначе не выдержит конкуренции. Объяснять его пряники меньше и легче, к тому же мягче уже приевшихся. Будут и новые вкусы. Пока уже выпущены с яблоком и корицей, вишнём, котлетёром и медовым огурцом. Наш пряник не вязнет на зубах, он мягче, тесто рассыпчатое. Но дело в том, что я человек современный, дочь у меня, в общем, тоже молодёжь, которая сейчас следит за собой. А нужно ориентироваться на их вкусы, потому что они же главные потребители. Они что-то тяжёлое, архаичное употреблять не будут. Когда мы были на прошлой выставке, я вот несколько раз услышал, например, что ещё хреном славится и Суздаль, и Владимир. Здесь вот рос какой-то уникальный хрен. Я просто сплю и вижу Суздальский пряник с хреном. На официальном открытии заявили, выставка позволяет сблизить производителей и покупателей. Но, как оказалось, не только их. Ещё одна новость. Федеральные сетевки «Х5 РТЛ Групп», которым принадлежит «Пятёрочка» и «Перекрёсток», доверили проверять претендентов на их прилавки в торгово-промышленной палате в Владимирской области. Первый аудит прошли в Владимирский хлебокомбинат, в Муромский агропром и Судогодский хлебокомбинат. Они посмотрели наш стандарт и сочли возможным доверить нам проведение этих аудитов. То есть не своими силами, не кого-то откуда-то привлекать, а именно нам. Потому что у нас стандарт, но в большой степени гармонизируем с их стандартами. Проделана очень большая работа. Мы встречались буквально каждый месяц, несколько раз. Стандарты, что называется, привели соответствие. И вот первых три пилота, которые получили благодаря нашему аудиту доступ в торговую сеть из «Пятёрок РТЛ Групп». О вхождении в федеральные сети через Ярославский распределительный центр рассказывали на Совете рынка. Его организовали для участников выставки. «Владпром-экспо» будет открыто до 15 сентября. В эти дни для гостей работают дегустации и мастер-классы. Екатерина Зинорова, Дмитрий Шаталов, «Губерния-33».